Ко мне приехал ученик Антон Ваулин, который работает в одной из самых знаменитых бань России, в Бритиш Бани. Давайте вместе с вами сделаем из этого парения целый обучающий мастер-класс. Крайне важно выложить гостя таким образом, чтобы ему было максимально удобно. Чтобы у него были валики под ногами, валики под плечами, при необходимости подушка под головой, мягкие веники или матрас, или какой-то коврик под всеми упирающимися в полок частями тела, чтобы гость мог расслабиться, хоть до того, что даже уснуть на полке. Совсем скоро мы закончим свои строительно-ремонтные работы в живой бане у Ивана и начнем принимать гостей, парить, заниматься целительством здесь, в живой бане у Ивана, на Южном Урале, в 100 километрах от города Челябинск. Так что собирайтесь с мыслями, а мы собираемся с действиями. Начинать парение своего гостя желательно всегда с бесконтактного прогрева. Это очень мягкий, глубокий и, наверное, самый ценный греф за время парения. Можно обойтись без прикосновений веником к телу своего гостя и потихонечку-потихонечку переходить уже к контактным работам. Бесконтактный прогрев делается при не очень высоких температурах, но зато на хорошем пару. Относительная влажность может до 90% быть. При этом температура очень и очень щадящая. Когда гость достаточно вспотел и готов к восприятию контактной работы, мы можем взять соль, кофе, мед, другие какие-то скрабы. Не грубо? Не, хорошо. В данном случае Антон пользуется скрабом с кокосом и солью и использовать его для натирания и такой глубокой, очень крутой работы. Так как я сам лежал под этими воздействиями, я помню все ощущения на своем теле. Это очень глубоко, это очень хорошо продирает, и это крайне приятно. Сейчас чуть-чуть еще прогреем спиночку и перевернемся. Бритиш Баня на сегодняшний день, наверное, самая рекламируемая баня в России, самая известная и одна из самых дорогих бань в нашей стране. Она начала свою работу еще до того, как Красная Поляна приобрела свою известность, до Олимпийского бума. И Бритиш Баня до сегодняшнего дня из-за своего очень грамотного маркетинга и абсолютно адекватных всем нравящихся процедур является перед веком среди всех бань России. Как самое чувство? Хорошо. Ты подними ножку еще. Вот так. Комфортно? О, хорошо. Особенно под пяточки вот здесь прям вообще. Отлично. После переворота гостя на спину желательно прикрыть всю паховую зону либо паховым полотенцем, либо паховым веником. И мужчинам и женщинам это одинаково важно. В первую очередь он психологически воздействует на человека. Он перестает напрягаться и думать о том, что кто-то что-то может увидеть, у кого-то что-то может сползти или кто-то куда-то может попасть веником. Да, слушай, ты прямо шагнул, шагнул. Чувствуется школа такая прям. Да там классная школа, конечно. И сейчас авторское сдаю и уже сдал, можно сказать. Угу. Собственно, авторское парение, да? Да, да, она сейчас сказала, чтобы каждый банщик хочет, чтобы у каждого банщика было авторское парение. У нас авторское парение от 25 тысяч стоит. Молодец, Гера. И продается, как пирожки уходят. Еще бы. Людям не нужен поток. Людям не нужны они всей личности. Да. Скраб, конечно, лучше всего смыть, убрать его с тела. Особенно важно убирать с тела скрабы на основе меда или других сладких компонентов. Иначе простынка становится липкой и неприятной. Скраб можно смывать не только руками и водой, но можно даже стереть вениками. Заодно выполнить очень глубокие припарки. Обнимем венички, как любимую. Поэтому обойдем. Добавим по температурке или хорошо? Да, можно. Однозначно крайне важно, чтобы вы общались со своим гостем. И если гость не хочет с вами разговаривать, то необходимо общаться с ним на каком-то более тонком уровне. И просто чувствовать его как самое себя. Для того, чтобы выйти на припарку, чтобы хорошо и глубоко сделать компресс, необходимо сначала немножко взбудоражить, разворошить, взъерошить человечка. А потом уже ему теплыми веничками в это же место привести горячий пар и фитотерапию от самих веников. Такие гревы выполняются очень глубоко, с хорошим пониманием того, что происходит внутри тела человека. Это, конечно же, в первую очередь образное парение. То есть мы сначала создаем образ того, что должно получиться внутри у гостя. И только после этого начинаем уже выполнять. Движения должны быть не только эффектными, но и эффективными. Одновременно это должно быть и красиво, и в то же время это должно быть очень и очень полезно. Чтобы ни одного удара не пропадало, не проходило мимо и не пропадало даром. В общей сложности у человека есть более 40 моментов, которые нужно и важно прогревать во время банного парения. Крайне важно, чтобы банный мастер не пропускал всех мест, которые требуют компрессов, гревов и припарок. Контраст это вещь крайне необходимая во время банного парения. Голову на лоб. Глубокий вдох. Прямо на лоб, на руки. Не буду углубляться сейчас в эту тему, почему это так важно. Расскажу, как в данном случае Антон пользуется этой техникой. Он проходит контрастными процедурами только голову и ноги. В результате наше сознание воспринимает такой контраст только по голове, рукам и ногам, как полноценное обливание холодной водой. При этом тело остается теплым, а мозг воспринимает информацию о том, что вокруг стало холоднее. Голову на бочок. Это очень интересный казус, которым практически все профессиональные банные мастера активно пользуются. Ритмические рисунки во время парения приводят человека в какое-то состояние легкого транса и гипнотическое воздействие имеет на сознание. Поэтому крайне важно, чтобы вы научились пробивать не только двоечки, единички и троечки, но и делали смещённую двоечку, скрёстную четвёрку, аритмичные рисунки, четвёрки с подхлёстами, восьмёрки и прочие-прочие-прочие интересные движения, которые в Академии Банного Дела преподаются на курсе техники пармастера. «Не обжигает?» «Нет, отлично. Даже чуть-чуть можно ещё». «О, ну просто сверху сейчас запустим». «Во-во-во, вот оно». «Я играл, когда подседит маленько?» «Вот ногам всё, предел, больше нельзя». «Не, нормально, пока ещё нормально». «Ногам в пятки или икры тоже?» «Нет, только стопы». «Ага». Конечно же, мы показываем вам не всю программу, так как она занимает слишком много времени и содержит в себе конфиденциальную информацию, которую не очень-то хочется разглашать на весь мир целиком. Но имеющий уши-то услышит, а ищущий обрящий-то. Вы можете сделать выводы о том, что из увиденного вам стоит применить в ваших практиках, какие части этой программы вы можете использовать в своих авторских творениях. А это работа в растяжках. Работу с парением в скрутках и растяжках преподает в Академии банного дела Иван Владимир Чевакин. Банный мастер на сегодняшний день – это профессия, которая весьма и весьма востребована. Банный мастер может зарабатывать достойные деньги, кормить свою семью и достигать любых своих мечтаний. Сегодняшняя индустрия бани настолько недозаполнена, что количество банных мастеров может быть увеличено в тысячу раз, и этого еще и не хватит. Профессионалы очень и очень высокого уровня зарабатывают просто фантастические деньги по сравнению с другими профессиями. И, пользуясь сегодняшними методиками, методиками обучения, методиками парения, методиками производства банных пространств, мы можем говорить о безопасности бани для здоровья самого пармастера. Крайне важно, чтобы человек, приходящий в баню, научился в первую очередь сберегать себя, и только после этого научился каким-то красивым фишечкам и красивым движениям. Потому что вы можете попарить тысячи людей в своей жизни, а можете попарить очень круто одного единственного, на котором и закончится ваша карьера банного мастера. Если вы желаете связать свою жизнь с этим непростым, но очень достойным ремеслом, то, милости просим, приезжайте к нам в Академию банного дела или заходите на ссылки внизу этого видео и обучайтесь заочно, сдавайте зачеты, получайте сертификаты, но главное, участвуйте в различных банных мероприятиях для того, чтобы показывать свое мастерство на самом высоком уровне. Глубокий вдох. Финальный контраст – это такая же важная часть парения, как, скажем, мытье ног или пробивание гостя. И контраст тем будет интереснее, тем будет более запоминающимся, чем больше технических приемов вы используете в его проведении. Вот одним из вариантов может быть такой русский кафтан. Контрастная процедура – это не просто обливание водой, это снятие напряжения, это слив, это иногда даже заговор или чтение каких-то аффирмаций, слога ритмов, которые как молитва снимают с тела и души вашего подопечного все заботушки и невзгоды. Голову ровно, оп, глубокий вдох. Отдаем водичке, все смывает, все, что не нужно. Все, водичка, сестичка смывает, здоровье дает, счастье, радости, благополучие на долгие годы. Даже человек абсолютно атеистического мировоззрения, гностик или скептик, на подобные коротенькие стишки отреагирует очень и очень положительно. Почему? Потому что нас такими шутками и прибаутками воспитывали в детстве, укладывали спать, доносили до нас самые основные детские истины. Ну а то, что водичка не успела смыть, отдаем простынке. Остается только светлое, чистое, доброе. На свет появляется новый человек. Иной раз человеку нужны очень глубокие пробивания. Иногда это больше нужно пармастеру для того, чтобы человек проснулся, пришел в себя и своими ногами покинул парное пространство. Разбудить, привести в чувство, сделать еще один контраст, умыться, убедиться в том, что гость находится в состоянии стояния, и после этого можно уже покидать парное пространство. Если вам понравилось парение от Антона, его авторская программа, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь будет еще много и много всего интересного. Есть еще огромное количество различных банных процедур и банных методик, которые мы не в состоянии вам показать ни в этом видео, ни в тысячи других, потому что многие из них еще не рождены. Вам предстоит рождать новые истории в банном мире и в банном процессе. Придумали что-то новенькое? Делитесь, показывайте всем, рассказывайте. До встречи!